Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Предыдущий скринкаст Pro Word вызвал живой отклик у зрителей канала и я решил продолжить. Сегодня у нас будет очень забавный скринкаст. Почему он забавный, вы поймете, если досмотрите его до конца. Речь пойдет о весьма полезной функции Microsoft Word, а именно о защите документа от редактирования. Вот у нас крайне важный документ и мы можем его защитить. Либо в панели разработчика, о которой я рассказывал в предыдущем скринкасте, либо в панели рецензирования. Нажимаете ограничить редактирование, появляется панель настройки. Здесь вы можете ограничить форматирование, то есть другие пользователи не смогут поменять размеры и прочее. Но мне кажется это не очень нужная вещь, а вот следующая галочка ограничить редактирование весьма полезно. По умолчанию стоит только чтение, но можно разрешить вставлять примечание или заполнять поля форм. Но мы выберем только чтение и нажмем да, включить защиту. Пароль, подтверждение. Забавно кстати, что он пишет пароль не обязательно. Действительно, если пароль не задавать, то формально защита будет, но отключаться будет просто по нажатию на кнопку отключить защиту. Хотя не всякий же ее нажмет. Все, сохраняем документ. Для пущей убедительности выйдем и вот что мы имеем. Документ есть, но мы можем его только читать. Я думаю не стоит объяснять, в каких случаях это может пригодиться. А если мы захотим его отредактировать, то выбираем изменить документ. Тут его редактирование также невозможно, но если вы попытаетесь что-то написать, появится панель защиты. Здесь нажимаете отключить защиту, вводите пароль и спокойно редактируете документ. Еще одна очень полезная штука – возможность разрешить редактирование отдельных частей документа. То есть вы выделяете какую-то часть и говорите, что эту часть могут редактировать все. Тут, кстати, можно раздавать право на редактирование, но это предполагает наличие сети и вообще иерархию прав в рамках Windows. Поэтому ограничимся паролем. И можно выделить еще, например, столбец в таблице, который тоже можно будет редактировать. И все. Включаем защиту. Вбиваем пароль. Опять же для чистоты эксперимента закроем документ. И вот. Эти части документа запрещены к редактированию. А это открыто. Можно разгуляться. Разрешенные части отмечены скобками. Ну и, соответственно, столбец таблицы также открыт для редактирования. А если у пользователя есть пароль, он может разблокировать весь документ и спокойно работать. Вот. Теперь забавная часть, о которой я говорил в начале. Функция эта, как вы уже поняли, очень полезная, но у нее есть один недостаток. Сломать эту защиту может ребенок 6 лет примерно за 20 секунд. Сейчас я покажу как. Вот у нас защищенный документ. Я сейчас как фокусник. Пожалуйста, убедитесь, он защищенный. Сейчас я пытаюсь что-то написать, ничего не получается. На самом деле формат .docx это не просто .doc, это некий архив, в котором содержится несколько файлов, в том числе файл настроек. И если мы поменяем расширение на zip, мы вернем ему изначальный вид, то есть сделаем архивом. И получим таким образом доступ ко всем внутренним файлам. И здесь в папке word лежит файл settings.xml. Открываем его в обычном текстовом редакторе и находим параметр document protection. Вот он. Сбилось. Document protection. И удаляем весь этот параметр от начала и до конца. То есть от одних скобок до других. Сохраняем. Вносим изменения. И заново переименовываем файл. Ставим расширение .docx. То есть теперь это опять обычный документ word, просто лишенный параметра protection . защита. И теперь мы его открываем и спокойно вносим изменения в защищенные части документа. Ну, собственно, вот. Теперь уже вам решать, как жить с этой информацией. Теоретически, если никто этот скринкаст не увидит, то функция эта очень полезная. А вот если увидит, все любите друг друга и помните, информация бездонна. Кажется, что ты уже все знаешь, потом вдруг бац, следующий уровень, который все перечеркивает. Поэтому подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.